Это заключительная часть по iOS 11 бета. Поюзав еще немного системы, я нашел некоторые фишки, которые, возможно, вас заинтересуют. В основном все они касаются планшета, и потому я буду показывать новшества на нем. Drag & Drop, то есть перетягивание файлов, работает абсолютно по всей системе. Будь то фотографии, текст или картинка в браузере. А может вы хотите переслать сообщение или файл в программах Mail или iMessage. Даже контекстное меню поддается изменения. Я немного промахнулся в прошлом обзоре, сказав некорректно про PDF из контекстного меню. Оказывается, можно создать полноценный документ из нескольких страниц или скриншотов, подредактировать, указав нужные моменты и затем отправить или просто сохранить. Про SmartIn версию не говорил, разве что ленив. По сути, эта инверсия работает по всей системе, не затрагивая лишь иконки и фотографии. Пока все не так радужно, но думаю, в финальной версии все допилят и будет нам темная тема оформления. Благо ее можно повесить на тройное нажатие клавиши домой. Небольшая полезная мелочь в виде переключателя на автоподключении Wi-Fi к каждой отдельно взятой сети. Очень этого, знаете ли, не хватало. И еще одно мелкое нововведение – это выключение аппарата софта, то есть без кнопки питания. Ну а то мало ли, кнопка сломается в самый неподходящий момент. Находится пункт в основных настройках, в самом низу. Если вы поставите две одинаковые обои на экран блокировки и рабочий стол, то увидите красивый эффект размытия. Если же поставить разные обои, то выйдет что-то похожее на Android. Наконец, Apple сделали доступ и автозаполнение логинов и паролей по всей системе, а не только в Safari. Остается лишь ждать, когда разработчики приложений подтянутся к релизу и с этой фишкой. В заметках можно добавить поле, расчерченное под клетку или линейку. Конечно же, это исключительно для зарисовок или чертежей. Также заметил, что изображения в заметках можно уменьшать до превьюши. Конечно же, их можно вернуть до первоначального размера. Не сразу обратил внимание, оказывается, в программе файлы можно давать доступ к документу, как в заметках или календаре. Наконец, можно узнать, сколько места занимает система. Для этого следует пройти в основные настройки, затем выбрать хранилище iPad или iPhone и пролистать список в самый конец. В обновлении контента добавили недостающую деталь, а именно обновление и запрос данных для программы в фоне, только по Wi-Fi или Wi-Fi и сотовой сети. Забыл упомянуть про виджет по году. Хоть приложение и не появилось, но хоть виджет есть, который работает исключительно по текущей геолокации. Теперь уж точно все. Ну, я надеюсь.